Вот за это я и люблю свою работу, уже лет 9 занимаюсь и почти каждый день что-то новое, интересное. Вот очередная штука. Резина конечно достаточно жесткая, но можно ее сжать, получится у нас 8-10 сантиметров вот здесь, посмотрим в общем как сойдутся вот эти кромки. Сейчас стало меньше таких людей, кто занимается вот подобными вещами, раньше например вообще вот у людей было как хобби, просто там в какую-нибудь жигу засунуть JZ движок и там с нее что-то придумывать, поэтому много было таких интересных сварочных задач. Сейчас вот остались спортсмены, ну и коллекционеры, например очень интересные диски из Москвы прислали мне, каждая вот эта точечка это какой-то косячок, который нужно устранить, диски будут краситься, полироваться, алмазная проточка там и поставят их на полку, как сказали, ну сделаем наверное, еще не проверял даже геометрию. Такая вот чертилка у меня получилась из подручных материалов. Вроде четко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему отлично. На этой резине нам абсолютно не важно там хоть там будет биение там 2-3-5 миллиметров. Прорезаю сначала тонкую линию, прям надо четко вдоль вот этой, а потом уже полностью, тогда отрезается вообще четко. И миллиметровый диск, очень быстро они стачиваются. Геометрия идет вот так немножко на конус. Вот здесь у нас шов ляжет вообще замечательно в эту канавку, а здесь придется немножко постараться, потому что широкое расстояние такое, много присадки уйдет. Вот сосок, я думаю, единственное место, куда можно перенести где-нибудь вот здесь надо под него сверлить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горелка тоже нужна хорошая, ну обычная сопла, пятерка, 2,4 электрод ВЛ-20. Нам потребуется водяное охлаждение, потому что любая другая горелка, ну если не расплавится, то работать вам будет очень-очень комфортно. Потому что она сама будет перегреваться. Вот это сикей вывозит 250 ампер без проблем. Работаю я всегда в таких перчатках с латексным покрытием. Вот их здесь вполне хватает даже на этой работе. И вот такой горелки уже приходится ее, правда, держать вот таким образом. Работать обязательно нужно с педалью, потому что в противном случае ну просто будет очень неудобно. То есть вот на такой работе оборудование, конечно, решает. Аппарат либо слабенький уйдет в защиту, и диск у вас уже остынет, только добавит проблем. Либо вы задолбетесь его греть пропаном. Я подогрев тоже произвожу. Работать с теплым диском будет гораздо легче. Кому интересно, вот у нас производитель. Ну такое, российское, китайского, скажем так, качества. Ничего плохого сказать про них не могу. Размер у нас 15 по прихваткам. Я уже их сделал, но просто вам расскажу. В общем диск утягивает. Нужно выставить максимально четко. Хотя здесь, в принципе, на этой резине плюс-минус сантиметр вообще роли не сыграет. Но все равно сделаем четко. Я уже выставил размер, зафиксировал. И смотрим по четырем сторонам. То есть расстояние должно быть абсолютно одинаковое. Когда мы делаем первую прихватку, у нас металл стягивает. Нужно ее либо подстучать. И вот после каждой прихватки мы постоянно сверяемся. Сделали четыре, уже хорошо. Вот так они выглядят. Теперь делаем через каждые три-четыре сантиметра. Ну, допустим, вот здесь можно одну. Сосок я заварил с двух сторон. Далее уже будем его рассверливать в другом месте. Размер у нас получается, как и хотел клиент. 8-10 сантиметров. Но чем меньше сказал, тем лучше. Почти восемь. Без одного-двух миллиметров. Я использую присадку толщиной 3,2. Потому что здесь канава такая большая. Нужно заполнить. Больше материала уходит. А здесь уже 2,4. Удобно, аккуратно. Градусов 100-150 будет достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В такой работе и спешить нельзя, и тупить. Потому что диск остынет, и тогда сварка будет сложнее. Можно уже побольше проходики делать. Но также в шахматном порядке. Разброс, то есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не гнался за красотой. Тут главное надежность. Ну и желательно герметичность, конечно. Хотя швы будут с двух сторон проходить. Я думаю, будет вообще четенько. Надежность тут стопроцентная. Потому что присадки довольно много уходит. Ну и как бы такая канавка есть. Она заполняется. Не очень удобно, конечно, на весу. Куда-нибудь руку поставить. Но буду варить так. В принципе, ни того, ни другого видно не будет. Но когда швы равномерные. У них и проплавление лучше. И герметичность лучше. Так что... Не то, что я выпендриваю. Что за... Даже с моими кривыми руками получилось все. Остынет, поставим на стенд обязательно. Ну хотя бы один проверить. Так, чисто для интереса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно пожелание клиента срезать вот эти маленькие спицы. Все-таки я не спортсмены. Говорит, боремся прям за каждый грамм. Но здесь вот сложность в чем. Нет у меня ни сабельной пилы, ни хотя бы лобзика. Тут у нас диск не дойдет до конца. Сейчас будем как-то пробовать. Чисто для интереса хочу взвесить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вес, конечно, есть. Сколько ж мы грамм сэкономили мне прям интересно. 400 грамм грубо говоря. Наверное, есть какой-то смысл. Немного обработал острые края. Ну конечно, на мой взгляд, красоту диски потеряли. Ну не мне об этом судить. Единственное возможное место установки соска. Где-то вот здесь. Диаметр 11 миллиметров. Герметичность даже проверять не буду. Я в принципе в ней уверен. Потому что здесь швы, считай, в два прохода все. Давайте любой из дисков просто глянем на станке. Что у него с геометрией самому интересно. Хотя я говорю, тут допуск сантиметр. Друзья, ну вот поверьте на слово. Абсолютно рандомный диск. Вот первый, который взял. Отлично. Я прям очень доволен. Огонь. Может кому интересно про резину. Называется она Крептит. Made in USA. Стоит, наверное, резина. Это как вся работа с дисками. Одна покрышка, в смысле. По итогу вес, наверное, у нас уменьшился значительно. Если учесть, сколько всего было срезано. Присадки, конечно, тоже много ушло. Но я ее не считал. Друзья, коллеги, поддержите видео лайком. Буду очень признателен. Подписывайтесь на канал. И, конечно, сообщество ВК. Все самые интересные работы мастерской. Представлены там крупным планом. Поэтому будем на связи. Можете в друзья тоже ко мне добавляться. Добавлю. Озвучу стоимость 40 тысяч рублей. Ну, может кто-то сделает за 10, а кто-то за 80. Это уже дело личное. Коллегам, если у вас какие-то другие планы, пожалуйста. Сильно не прощаюсь. Посмотрите другие видео. Пока. Пока. Пока.